Ну, во-первых, конечно, чрезвычайно приятно, что лопнул еще один кремлевский пузырь, потому что вообще ведь они, обратите внимание, вот если где-нибудь на земле есть какой-нибудь тиран-кровопийца, при этом законченный дурак, хам, отравитель и людоед, то можно быть абсолютно уверенным, что это друг и союзник России. Вот Мадур как раз принадлежал к числу таких же друзей, как Асад, Асад, как очень многие другие стратегические союзники. По какому принципу, по принципу какой патологичности каждый раз Россия избирает для себя любимцев, которых начинает обхаживать? И почему именно их она выхватывает из огромного количества политических фигур, которые могли бы быть, ну, скажем так, хорошо разыгранные на этих всех сценах? Почему она вырывает вот самых уродливых, самых патологичных, начинает пестовать, никому не понятно. Понятно только в том, что все произошло в очередной раз и что это все, увы, будет иметь личные прискорбные глубокие последствия непосредственно и для России, и для Путина. Потому что, да, можно играть в любые игры, в любое влияние, в любые перевороты. В этих играх можно, нет запретных приемов, можно вытворять все что угодно, нельзя только одно, нельзя проигрывать. И вот очередной проигрыш, который продемонстрирован, причем с такой вот, я бы сказал, уникальной легкостью, он тоже плюсуется туда же, вот к пенсиям, к маразму правительства, к диким инициативам, к падающим в голодные обмороки детям на уроках. То есть, это Венесуэла станет фактором российской жизни. Тайным или явным, это несомненно. А то, что там нормальная, прекрасная революция, у меня нет никаких сомнений.